Участников 9-го форума регионов России и Беларуси по видеосвязи приветствуют президенты двух государств. В центральном событии дня в пленарном заседании принимают участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Качанова. В зале руководители министерств и ведомств, главы регионов обеих стран, среди них губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Нынешний год знаменательный для белорусско-российских отношений. 25 июня исполнилось 30 лет дипломатическим связям между странами. С каждым годом межрегиональное сотрудничество продолжает набирать обороты. И мы вышли, конечно же, уже на качественно новый уровень межрегиональной кооперации промышленности в сельском хозяйстве, в области образования и науки реализовали целый ряд важных совместных инициатив в гуманитарной и информационной сферах. Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник. Это союзничество основано на нашей общей истории, на многовековых традициях дружбы и добрососедства, на единстве нашей веры, культуры, языка и ценностей наших народов. Форум уверенно наращивает свой потенциал и открывает новые возможности для белорусско-российского сотрудничества. Достаточно привести лишь некоторые факты и цифры. Если на первой встрече участвовали представители 19 регионов Российской Федерации, то на второй уже вдвое больше, на третьей – 43, а на четвертой – 80. Общая ежегодная численность участников выросла от 300 до более тысячи человек на нынешнем форуме. Форум проходит очно впервые после пандемии. Два года площадка работала в формате онлайн. Однако это не помешало заключить контракты между двумя государствами на 850 миллионов долларов. На полях форума губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с министром промышленности Беларуси Петром Пархомчиком. Обсудили сотрудничество в сфере промышленности, машиностроения и развития курортов. Как отметил министр, партнерство Кубани и Беларуси продолжает укрепляться. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, это помогает нашим производителям противостоять давлению санкций. Сегодня время показало, вызовы показали, с вами все показали, что у белорусской экономики и у российской экономики одни и те же вызовы. И с этими вызовами мы должны справляться вместе. То, что мы сегодня делаем, реальные шаги, безусловно, для экономики региона Краснодарского края, это очень важно. И вот сегодня, конечно, внутренний рынок России и края, безусловно, с удовольствием покупает и товары, и продукты, произведенные в Беларуси. Комбайны в том числе, это тоже предмет нашего общения. Я уже не говорю про тракторы Беларуси, потому что сегодня 60% в нашем крае, это сегодня тракторы Беларуси. Я уверен, что этот процент будет расти. И вот здесь мы готовы указать всяческое содействие, я уже об этом говорил, с учреждением и преференций, и льгот. Кубань намерена расширять и без того прочные связи с предприятиями страны. Соглашению о сотрудничестве между регионом и республикой в этом году исполнилось 20 лет. В феврале эту дату отметили визитом нашей делегации. Тогда говорили о расширении экономических связей. Перспективы есть у наших производителей чая и вина, и у белорусского электротранспорта лифтов и тракторов. Наш регион готов выводить двусторонние отношения на качестве на новый уровень. Сегодня новый виток партнерства. Подписываем соглашение о сотрудничестве между открытым акционерным обществом Минский тракторный завод и администрацией Краснодарского края. В свежем соглашении расписано, как в станице Староминской увеличат производство тракторов «Беларусь». Предприятие будет градообразующим. Уже в этом году там планируют собрать около 250 сельхозмашин. Еще пару лет назад их было в два раза меньше. За наши власти и строительство торгово-сервисного центра сельхозтехники МТЗ в Краснодаре. Об этом новый документ, который Вениамин Кондратьев подписывает с генеральным директором предприятия Виталием Вовк. Более 50 лет МТЗ поставляет технику для кубанских полей. Сегодня больше 60% тракторов в регионе именно белорусского производства. Вениамин Кондратьев отметил, белорусская сторона может рассчитывать на краевые программы по стимулированию спроса на продукцию машиностроения и поддержке аграриев. Льготные займы Краевого фонда развития промышленности и компенсации затрат при модернизации производства. Планы развития сотрудничества подписали в рамках встречи с руководителями органов власти регионов стран-партнеров. Между Россией и Белоруссией уже 400 подписанных соглашений, 2000 заключенных контрактов. Для обеих стран и регионов, в частности, усиление экономических связей с союзником – стратегически необходимый шаг. В условиях санкций и давления на оба государства новые контракты и партнерства на вес золота. Благодаря совместным усилиям получится независимо от недружественных стран развивать свои технологии – сельское хозяйство, айти-сферу и промышленность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok